И вот спустя 10 месяцев сразу несколько терактов и опять в Париже. Сейчас на связи с нашей студией, с французской столицей, жительница Парижа Светлана Жибер. Добрый вечер, Светлана, если можно его, конечно, назвать добрым. Добрый. Светлана, вы сегодня выходили из дома? Сегодня да. Не страшно? Ощущаются повышенные меры безопасности? Ощущаются? Безопасности не ощущаются, меры. Ощущается, конечно, ступор парижан. На дорогах почти нет машин. Люди, конечно, продолжают жить, но чувствуется, конечно, нервозность и страх, и ужас, и скорбь. Атмосфера, конечно, ужасная. В Париже много мусульман. Вот к соседям, исповедующим ислам, отношение не изменилось? Смотрите, в моем непосредственном вооружении есть мусульмане, это смешанные братья, христиане и мусульмане, но мое отношение к ним не изменилось. И я думаю, что глобально тоже нет. Наблюдается ли рост антисемитизма? Вот после январского нападения на кошерный супермаркет, многие французские евреи уехали в Израиль. Вообще, насколько безопасно быть евреем во Франции? Вы знаете, все зависит от того, каким евреем. Мы евреи не религиозны, по нам не видно, что мы евреи. Мы живем в обычном районе, не соблюдаем традиций почти никаких. Поэтому мы живем точно так же, как и любые французы. Но уже давно я, например, не ношу никаких отличительных знаков, давно не ношу Магин Давид именно в этих целях. Религиозным же евреям сегодня не сладко совсем в Париже, далеко не везде можно появляться. Есть люди ездят с кипами в метро, нельзя сказать, что прямо на них набрасываются сразу. Но, к сожалению, можно в любой момент попасть в какую-то очень-очень неприятную ситуацию. Но дело даже не в том, сегодня мы видим, что не только евреи являются целью террористов. Забудьте про антисемитизм, он всегда был и он есть. Сегодня это война против белого западного человека. И вот эта стрельба по толпе, она это показала. И очень ясно, они не выбирали людей, они просто стреляли по людям, которые сидели на террасах кафе и пили кофе. Антисемитизм, он всегда был и он существует. И мы знаем, откуда ножки растут. Но просто причины нынешнего антисемитизма и поддержки Палестины, они те же самые, что и, в принципе, вот этого мусульманского террора, исламского террора, который мы наблюдаем. Потому что, когда Франсуа Лан говорит, что вот он закрыл границы, это смех сквозь слезы, потому что закрывать границы уже давным-давно поздно. И даже он в своей речи признал, что акции были спланированы с поддержкой изнутри, из Франции. И специалисты по телевидению говорили, что из 1300 французов, которые тренировались в лагерях террористов, джихадистов в Сирии, из 1300 были убиты, 200 человек сидят в тюрьме, а 800 они на воле. То есть у нас во Франции сейчас, в основном это Париж и Парижский регион, есть 800 обученных, профессиональных боевиков. Как показала трагедия вчерашняя, есть оружие. А людей, которые хотят идти за ними, полно. Вы идете вот в эти комплексы социального жилья, где и развивается вся эта ненависть, эта фрустрация. И вы там прекрасно набираете людей, которых нужно. Так что вся иммиграционная политика, это уже как не так существенно в нынешней ситуации. У вас, насколько я знаю, есть израильское гражданство. Вот вы лично не подумывали уехать из Парижа? Мы подумываем об этом уже давно. Дело в том, что я уже жила в Израиле два года. Я знаю эту страну. Вы знаете, я очень люблю Израиль, но я осознаю, что там тоже не очень просто жить. Вот вы сказали, что многие французы уехали в Израиль. Очень многие из них продолжают жить на две страны. Они продолжают вести бизнес, который либо связан с Францией, либо находится во Франции. Поэтому не так все просто оставить и уехать. Мы, конечно, уже это делали один раз, когда уезжали из Киева в 89-м году. Я не говорю, что это невозможно. Но сегодня совсем другие условия, другая ситуация. Я вот напоследок спрошу вас, как обычного жителя страны, члена Евросоюза. На ваш взгляд, вот вчерашние события не станут ли началом конца идеи Евросоюза как такового? Потому что мы видим, во-первых, ряд заявлений политиков, иногда глав государств, стран-членов Евросоюза, о том, что он трещит по швам, плюс мы видим, что, казалось бы, прозрачные, чисто формальные рубежи теперь превращаются в настоящие границы, о чем вы говорили. На ваш взгляд, обычного жителя Парижа, идея Евросоюза потерпит крах или он выстоит? Вы знаете, я не думаю, что будет полный крах идеи Евросоюза, потому что сегодня есть абсолютно необратимые процессы, которые могут привести к катастрофическим последствиям в плане экономики, например. Потому что сегодня невозможно представить себе функционирование европейских предприятий лишь на национальном уровне. Это просто невозможно. Все это станет абсолютно прозрачным и понятным, если Европейский Союз распадется. Поэтому многим это невыгодно. И вряд ли эта идея может сегодня полностью потерпеть крах. Большое спасибо, Светлана, за интересную беседу. Мы еще раз выражаем свои соболезнования. Я напомню, на связи с нашей студией из Франции была жительница Парижа Светлана Жибер.